В 1998 году в Нью-Йорке на аукционе Сотбис были выставлены фотографии и письма, которые Альберт Эйнштейн адресовал своей возлюбленной. Трогательная история любви великого ученого к прекрасной русской женщине. Письма были адресованы Маргарите, супруге русского скульптора Сергея Коненкова. О любви гениального физика и советской подданной стало известно лишь в конце XX века. Письма, фотографии, рисунок пером и часы, подаренные им Маргарите, ушли за 250 тысяч долларов. Всемирно известный физик, основатель современной теоретической физики, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии, почетный доктор 20 ведущих университетов мира, борец за мир во всем мире, гений своей эпохи. «Я пережил две войны, двух жен и Гитлера», — говорил Альберт Эйнштейн. Однако в его судьбе была одна история, о которой он предпочитал молчать. Альмар — это анаграмма имен двух влюбленных, Альберта и Маргариты, вынужденных долгое время скрывать свои отношения. Мы говорим Эйнштейн, подразумеваем гений. Он родился в Германии, в еврейской семье. Атеизм и пацифизм были одним из главных постулатов жизни и мировоззрения Эйнштейна, о чем он открыто заявлял всю свою жизнь. После прихода к власти нацистов, жизнь еврея-пацифиста могла сложиться самым трагичным образом. В 1933 году Альберт Эйнштейн с семьей эмигрировал в Америку. После переезда в США он получил должность профессора физики в Институте перспективных исследований. Эйнштейн был дважды женат. В 1903 году он женился на Милеве Марич. У них родилось трое детей. В 1919 году они официально развелись. Позже он женился на своей двоюродной сестре и удочерил двух ее детей. Она умерла в 1936 году от болезни сердца. Маргарита Воронцова была женой русского Родена и тайной любовью Альберта Эйнштейна, известная в НКВД под псевдонимом Лукас, агент советской разведки. Она должна была выполнять задания правительства СССР по получению секретных данных о разработке первой в мире ядерной бомбы. Многие моменты ее биографии засекречены до сих пор. Маргарита родилась в 1894 году в провинциальном городке Сарапул в семье обедневших дворян. Она получила хорошее домашнее образование, свободно владела английским и немецким языками. Окончив женскую гимназию, переехала в Москву, где поступила на юридические курсы мадам Полторацкой. Умная, интеллигентная, красивая девушка была принята в московское общество. Она обладала особым даром очаровывать выдающихся мужчин. Ей приписывали романы с сыном Шаляпина Борисом, Александром Блоком и Сергеем Рахманиновым. В 1916 году предстояла свадьба Маргариты с молодым скульптором Петром Промирским, который показал фотографию своей невесты, приятелю Сергею Коненкову. Позже Коненков писал, «Девушка на фотографии была так прекрасна, что показалась мне творением какого-то неведомого художника. Особенно прекрасен был поворот головы и руки, необыкновенно красивые руки. Таких рук я не видел никогда». Коненков был старше Воронцовой на 22 года. Вскоре Маргарита переступила порог его мастерской и на шесть последующих лет стала его музой, моделью и гражданской женой. В 1922 году они поженились. Сергей Коненков – народный художник СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, автор более 700 скульптур, портретов Тургенева, Маяковского, Циолковского, памятников Пушкину, Толстому, Сурикову, Баха и Паганини. Еще до революции его называли «Русским Роденом». В Москве на Тверской улице находится музей скульптора. Сергей Коненков родился в 1874 году в селе Караковичи Смоленской области. Закончил высшее художественное училище Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Октябрьский переворот 1917 года он принял с восторгом, что не помешало ему вести богемный образ жизни. Его мастерская была модным светским салоном. Здесь бывали писатели, поэты, художники. Сергей Есенин считал мастерскую Коненкова вторым домом. Часто бывал там с Асидорой и Тункан. В 1923 году Коненков с Маргаритой уехали в Америку, где проходила выставка работ русских художников и скульпторов. Коненковы вернутся в Россию только через 22 года. Вновь в его мастерской собирались представители науки, художники, писатели и поэты. Сергей Коненков получал заказы от влиятельных людей Америки. Его работы пользовались огромным успехом. Маргарита блистала в американском обществе. Во время Второй мировой войны Коненковы сплотили вокруг себя патриотически настроенную часть русской миграции. Они создали общество помощи России. Маргарита была избрана секретарем. Этот пост открыл Маргарите доступ в самые высокие слои американского общества. Сергей Коненков увлекался теософией, изучал библейские писания, древние трактаты астрономов и теологов. Тогда же он стал рисовать странные космические картины, которые до сих пор не расшифрованы. Он посылал свои пророчества предупреждения в Москву Сталину. Он предрекал большую войну и предрекал Сталину победу над Германией. Себе Сергей Тимофеевич напророчил сто лет жизни и прожил бы, если бы не роковая поездка в санаторий, где он заболел воспалением легких и умер. Он не дожил два года до своего столетнего юбилея. Американский университет в Принстоне заказал бюст Альберта Эйнштейна российскому скульптору Сергею Коненкову. Позирование очень утомляло и даже раздражало Эйнштейна, он постоянно смотрел на свои золотые часы. И уже собирался уходить, когда в комнату вошла удивительная красота женщина. Это была Маргарита. Альберт не понимал, что с ним происходит. С первого взгляда его не покидало чувство влюбленности. У них завязался бурный и стремительный роман. На момент встречи Альберту было 56 лет, а Маргарите – 39. Маргарита стала для Эйнштейна первой женщиной, которую он действительно полюбил. Она умела слушать, и ученому было приятно, что возлюбленная до мелочей интересуется его работой. За то время, пока создавался скульптурный портрет великого ученого, Маргарита успела познакомиться со многими американскими физиками, в том числе с руководителем Манхэттенского проекта Робертом Оппенгеймером, которого считают отцом атомной бомбы. Впервые в жизни Эйнштейн встретил и полюбил женщину, которую считал интеллектуально равной себе. Три года они встречались тайно. Коненкова бывала в доме Эйнштейна, когда там собирались физики. Именно там она узнала, что ведутся работы над созданием атомной бомбы и передала эту информацию в СССР. Что происходило с Маргаритой? Действовала она из патриотических чувств любви и ностальгии по родине? Или ее вынудили советские спецслужбы стать агентом разведки, используя круг ее общения, связей и так вовремя вспыхнувший роман с известным ученым-физиком? Знал ли великий ученый о спецзадании своей возлюбленной? Альберт очень любил Маргариту и сокрушался, что она не хочет разводиться с мужем. Он страдал и писал ей нежные письма. Тебе не вырваться из семейного круга. Это наше общее несчастье. Сквозь небо, неотвратимо и правдиво, проглядывает наше будущее. Голова гудит, как улей. Обессилили сердце и руки. «Приезжай ко мне в Принстон. Тебя ожидает покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отплеск Бога». Влюбленные были счастливы вместе. Возможно, они бы соединились официально, но в 1945 году Читу Каненковых срочно отозвали в Москву. Маргарита последний раз приехала к Эйнштейну и прожила у него около двух недель. Наверняка они понимали, что прощаются навсегда. На прощание он подарил ей свои золотые часы, которые много лет спустя были выставлены на аукционе. За имуществом Каненковых в США Сталин прислал целый пароход. На него погрузили их личные вещи и скульптуры. По его приказу скульптору выделили отдельную мастерскую в районе Пушкинской площади. Альберт Эйнштейн потерял и любовь, и смысл жизни. После отъезда любимой женщины в ноябре 1945 года подавленный разлукой Эйнштейн писал «Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь. Все вокруг не напоминает о тебе шерстяной плед, словари, прекрасная трубка, а также много других вещей в моем приюте отшельника, в нашем опустевшем гнездышке. Целую, твой Альберт». Переписка влюбленных продолжалась до самой смерти ученого. В 1955 году здоровье Эйнштейна резко ухудшилось. Он написал завещание и сказал друзьям «Свою задачу на земле я выполнил». Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 года на 77-м году жизни в Принстоне от аневризмы Аорты. Не признавая никаких форм культа личности, он запретил пышное погребение с громкими церемониями, для чего пожелал, чтобы место и время захоронения не разглашались. 19 апреля 1955 года без широкой огласки состоялись похороны великого ученого, на которых присутствовало всего 12 самых близких друзей. Его тело было сожжено в крематории, а пепел развеян по ветру. Сергей Коненков скончался в 1971 году. Маргарита пережила Эйнштейна и своего мужа. В последние годы жизни обольстительница многих мужчин и настоящая любовь одного талантливого скульптора и одного гениального ученого была прикована к постели и жила под опекой жестокой домработницы. Она уже давно потеряла все, ради чего стоило бы жить. Маргарита Коненкова перестала принимать пищу и в 1980 году умерла от истощения. Сергей Коненков похоронен на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним похоронена жена Маргарита Коненкова. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравился мой рассказ, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Стория Диарты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова